Прокомментируйте ситуацию сначала, что случилось сегодня у нас в службе новостей. Ваше мнение, ноги откуда могут расти и руки? Сергей, ну вот вы знаете о противотанковых минах, которые были найдены. Почему об этом не знает нацполиция или МВД, остается вопросом. Потому что в их пресс-релизах выдаются информации о том, что все это случилось. Несколько очагов возгорания, их было очень много, на разных этажах одновременно они возникли. Они сначала это списывали на одну дымовую шашку. Ну, не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать, что одной дымовой шашкой добиться такого эффекта сложно. Конечно. Звучат уже предположения из стен того же МВД о том, что это был самоподжог, что это мы сделали сами. Ну, я даже не буду это комментировать. Вы знаете, мы не нагадывали этические 90-х... И еще одно заявление от МВД же, которое ретрансировалось с каналом «Эспрессо», о том, что это была мирная акция, которая переросла в драку благодаря нашим охранникам. Ну, как бы на эту мирную акцию тоже нужно было прийти с поджигательными смесями, тогда я хотел бы сказать. Вы знаете, мне это напоминает, потому что я долгий час працювал в правоохранной системе. И знаю среди про то, что, на жаль, в 90-х, в 2000-х годах массово приховывались реальные вещи, которые происходили на месте пригоди. Для того, чтобы уменьшить, знаете, резонанс, уменьшить какой-то негатив. И поэтому, на жаль, мы сейчас это и бачим. Потому что засоби массовой информации, если взять, открыть интернет, то мы бачим, там, тут танковую мину, которую все бачили, которые все журналисты и люди снимали. Поэтому, знаете, вся страна уже бачит. И мне удивительно, когда приховывается, что что-то не договорится. Если что-то не договорится, значит, ты зацикавлен в том, что ты не договоришь что-то. И я сейчас, чтобы сделать на месте генерального прокурора... А вот вы скажете только после того, для того, чтобы было сложнее не договаривать, мы сейчас покажем, как это было. А вы уже, зрители, сами посмотрите, похоже ли это на мирную акцию протеста, пахнет ли здесь одной дымовой шашкой, как уверяют у нас представители Министерства внутренних дел, и не вызывает ли у вас сомнения или вопрос в профессионализме нападавших. Уж слишком адресно и точечно они били, они знали, что делать. Я просто объясню. Одномоментно были выведены из рабочего состояния наши серверы, которыми мы пользуемся. То есть эти люди совершили атаку сначала на наши серверные комнаты, кабинеты, где хранится вся наша информация. В это же время люди появились в студии, которые обливали студию керосином и ее поджигали. В это же время люди, неизвестные, в масках, бегали по первому этажу, забрасывали дымовые шашки. Действительно они были, но она была не одна. В кабинеты, которые были открыты, которые были закрыты, они выбивали двери. И таких людей было не один десяток. Вот вам и мирная акция. Мы еще смотрим видео, да или нет? Мне просто очень сложно ориентироваться, я не вижу. Ну вот такая ситуация. Хотели мы с вами говорить по иронии судьбы сегодня, Сергей, как раз и о реформе нацполиции. Ну, результаты, наверное, вот налицо. Я так думаю, что мы позже поговорим. Не могу я этого, наверное, комментировать. Да, напевнено, позже поговорим. Хотели мы с вами поговорить и о генпрокуратуре. Что должен сделать генпрокуратура? Мы бачим, что в засобах массовой информации той орган, который будет расследовать эту криминальную справу, а это, естественно, полиция должна расследовать, згідно к КПК, то генеральный прокурор, и, бачуя, что нет ответственности в тех вещах, которые сейчас через пресс-службы этого органа дается народу Украины, журналістам, то, в первую очередь, я бы сделал так, а это позволяет КПК, забрать в свое проведение эту криминальную справу, створить следующее оперативную группу, включивши все правоохранные органы, и, как один из представителей полиции по справе убийства Шеремета сказал, что это дело честя, расследовать эту криминальную справу и раскрыть, я понял, Сергей, мы с вами, это короткая ремарка, мы с вами давно знакомы, неоднократно встречались в студии «Черного зеркала», вспомните, сколько подобных историй мы с вами уже обсудили, и вспомните, сколько из этих историй реально дошли до суда. К сожалению, похвастаться этим мы не можем. Кстати, я бы хотел сказать тем авторам, которые сегодня организовали это нападение на нашу службу новостей, если вы надеялись, что программа подробностей новости канала «Интер», программа подробностей недели и программа «Черное зеркало», после этого не выйдут в эфир, то вы глубоко ошибаетесь. Давайте продолжим. Хотели мы с вами остановиться. Хороший сюжет мы подготовили к вам, к нашему с вами диалогу, о ситуации с нелегальной добычей янтаря. На прошлой неделе чуть не поссорились Министерство внутренних дел со службой Госпогранслужбы, да, насколько мне подсказывает моя редактор. Замглавы нацполиции, не самый последний человек в структуре МВД, гордо отчитался о том, что янтарная гидра у нас просто, голова ее отсечена и МВД контролирует ситуацию, нигде у нас нелегально янтарь больше не добывают. Буквально через два дня Госпогранслужба показывает аэровидеосъемку, на которой четко видно, что во многих приграничных областях Украины, там не то, что этой гидре голову не отрубили, на нее, по-моему, даже не замахивались. Десятки мотопомп, десятки людей на каждом объекте, работа кипит так, как будто она никогда не останавливалась. Наш журналист Олег Решетняк съездил, рискуя своей жизнью, пережив несколько нападений. Съемочная группа привезла очень хороший материал. Нам тоже с дрона удалось снять работающие нелегальные вот эти вот шахты. К сожалению, видео уничтожено, посмотреть мы его сейчас с вами не можем. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Где правда? Кто не видит или кто преувеличивает свои заслуги? Ну, правда в том, что, на жаль, те люди, які, звичайные люди, копают цей бурштин, вони не просто від гарного такого життя, вони захотели еще собі и больше заработать. Зрозуміло, что це депрессивные райони. Там не развита экономика, не розвинута. Вона заставляет людей идти и робити. Это понятно, но кто крышует их? Вот вопрос в том, что он ответил о арешт одного из заступников прокурора области за то, что он крышал эту мафию. Какого-то из милиции арештовали, полиции. Где-то каких-то злочинцев взяли. Но мы знаем, что кто есть дахом от всех бурштиновых взисков. Это та же самая правоохранная система, которая слилася с бандитами. И это снова вопрос 90-х годов. Воно снова на поверхность идет. Неможливо сделать таким образом, чтобы сразу сказать, вот мы это подожмем. Вы сделайте, вы принимайте законопроект, который позволит людям легально это сделать. Как это в Польше. Если вы знаете, в Польше, то за каждый килограмм этого бурштину они платят податок 2,5 евро. Иди туда, пожалуйста. Иди сюда, но легально. И тогда не треба им кришиці, не треба дахи, не треба им злочинців, не треба правоохранные органи. Они добывают, они законно заключают угоди. Они делают на том месте не ями после этого, а реконструкцию. Они равняются. А если там какие-то дерева росли, то они садят маленькие дерева. И это в угодах прописано. Чому не принять государственную программу для этого? А зрозуміло, что нелегальный добуток бурштину даёт зиск о тим нелегальным коштам, які потім кудись уходят з країни. Извините, немного перебью. Всё-таки нашу сегодняшнюю историю. Вот как разнятся комментарии не сам министра МВД, а его советника. Обратите внимание, Аваков вот только что недавно заявил, мне только что принесли эту информацию, о том, что лица, которые организовали пикет, я напоминаю, не наставят о том, что это был мирный пикет. Ну, просто люди, выходя из дому, прихватили с собой пару дымовых шашек, поджигательные смеси. Это военнослужащие 30-й бригады вооружённых сил, объединившиеся в таком протесте, сказал Аваков только что в эфире одного из телеканалов. Наверное, господин Аваков не знал, что его советник Зорин Шкирякс заявил, что это провокация, которая может быть организована сотрудниками телеканала или другими неизвестными провокаторами. Я посоветовал бы при службе Министерства внутренних дел, наверное, всё-таки тщательнее работать со своими патронами и вырабатывать какую-то одну единую версию, которую рассылать им, которую они должны озвучивать в одно и то же время. По поводу нашего с вами разговора, вернёмся. Сезон осенний должен быть, наверное, у нас очень ярким. Смотрите, каким было лето. За лето мы наблюдали огромное количество обвинений, посадок с последующим выходом под залог. Скоро закончатся двухмесячные сроки по предъявлению обвинений по всем этим делам. Как вы думаете, увидит ли страна после вот этого сериала громких обвинений, обысков, арестов, увидит ли она реальные сроки для тех, кого арестовали? Понятно, что страна надеяется на то, что они это получают. Но, честно говоря, видя ситуацию, которая сегодня существует в правоохранной системе, я далекий от того, чтобы сказать, что да, мы увидим результат. Потому что за эти два года, которые были после революции, ни один чиновник, на жаль, не принес покарание. Мы не видели ни одного процесса, мы не видели ни одного вырока, мы не видели ни одной камеры, якой, чьи тюрьмы, яку мы привезли после вырока. На жаль, у нас заявляется про то, что сдувили, а то, что его посадили, у нас не заявляет. Я подготовил даже, я перебью, вы продолжите, я подготовил к нашему диалогу даже статистику, она у нас была оформлена, красивую графику, которую я снова напоминаю, мы, к сожалению, не можем вам показать, дорогие телезрители, о том, что вообще за прошлый год или с начала этого года у нас было возбуждено около 970-960 уголовных дел против чиновников по всей стране, 978, спасибо. Из них сколько оказалось на стадии рассмотрения в суде? На стадии розвитку десь біля 400. Менее половины, менее половины, я вам подскажу. Знаете, сколько людей получили сроки по этим делам? Еще не одни, потому что три справы, которые получили первую станцию, это по двум райдержадміністрациям и одному заступнику голодных земельных присутствий, апелляции. И вот здесь я хотел уже закончить свою ремарку, что самое высокое звено, которое может сесть, это главы райадміністрации или их замы райадміністрации. Вот вам та верхушка, с которой якобы борются. Причина? Причина назовите мне вы, Яйхик. Да, причина, две причины есть. Первая причина – это то, что, на жаль, когда мы заявляли, что есть альтернатива для корупционеров вийти под заставу, то у них есть всегда выход в то, что он до этого же тоже храл. То есть у него есть деньги для того, чтобы заплатить за заставу. И вот эта проблема в том, что, на жаль, те законопроекти, которые есть в Верховной Раде, уже больше всего года, вот он единый мой законопроект, чтобы заменить, чтобы не было застави для корупционеров, только посадка, только запобежный заход взятя под варту, и тогда они не будут впливать на следство. Вот это главное. Но уже больше года оно буксируется. Я знаю, знаете, завжди про то, что такие дела нужно месяц, месяц, рік в рік продолжать. Потому что вы знаете, все, что я пять лет добивался свой закон про спадщину, который принят и сейчас действует. Я и этот закон добью. То есть нужно лупаться с теми. То есть через ваши программы. Но второе вопрос. Чему тикают суды и депутаты? Потому что все сказали перед выборами познятение депутатской недороганности. Где она? В нашем комитете, который вы назвали, это правовой политикой правосудия, этот закон мохом порез. Он есть, он существует, он принят в первом читании. Но он порез мухом, его никто не выставляет. Его вытащат и стряхнут с него пыль, если будут перевыборы. Если будут перевыборы. Правильно. И поэтому, после того, как снимают депутатскую недороганность, тогда не будут заходить. Кстати, вот если мы уже говорили о перевыборах, вы не чувствуете, что уже запахло воздухе? Я думаю, что... Если проанализировать прошлый сезон. Если взять этот сезон, и горячий будет этот осенний сезон, то если люди получают платежки, сейчас очень высокие, и они не смогут своими зарплатами и пенсиями платить коммунальные платежи, а люди не смогут... Вы знаете, что, например, человек, который имеет одну корову, она не может на субсидию иметь дозвіл. А литр молока 2,5 гривни. А мы предлагаем 4 гривни сделать и вернуть этим людям, которые имеют одну корову, иметь субсидию. Если они сейчас получат эти платежки, и они не смогут заплатить, какое сборение будет народу? У народа есть два варианта. Или положить зубы на полку, или показать их власти. Я думаю, что покажет зубы. Ну, время покажет. Мы с вами обязательно все это еще будем обсуждать и в программе подробности недели и в программе «Черное зеркало». Спасибо вам.